Всем салам пополам, с вами Анатолий Барыга, банными печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком Ну и сегодня, сегодня, сейчас прямо-таки я вам хотел бы рассказать о такой штуке, как заслонки или по-другому шиберы В общем, такая вот деталь у дымохода есть нужна она для того, чтобы когда вы отопили помещение взяли и перекрыли подачу воздуха в печку и в дымоход не только заслонкой, которая находится в самой печи типа зольного ящика но еще и на самом дымоходе Стандартная, обычная вещь, это вот такая вот задвижная заслонка задвинули ее и все, в печь воздух не попадает там, допустим, если это банная печь, камни не охлаждаются если это отопительная печь, то печь сама не охлаждается значит, дальше, а вот эти вот вещи, это так называемые поворотные заслонки или поворотные шибера то есть, они все поворачиваются по-разному то есть, повернули открыто, зафиксировали будет в таком виде находиться раскрутили нажали, закрылось ну, и здесь то же самое повернули ручку, открыто повернули ручку, закрыто в чем же разница вот этих вот всех вещей да есть большая разница значит, вот смотрите заслонка обыкновенная выглядит она вот так вот с этой стороны, с этой стороны ну, наверное, 115-й диаметр, судя по надписям у всех заслонок, у всех шиберов есть некая общая вещь это если мы посмотрим внутрь вы видите, здесь не до конца закрывается здесь тоже отверстие ну, и здесь тоже отверстие нужны они для того, чтобы не дай бог угарный газ не пошел внутрь дома внутрь помещения поэтому из печки газы все равно вытягиваются тяга все равно есть но маленькая значит, какие отличия самое глобальное самое глобальное отличие вот такой вот заслонки от обычного шибера от обычного, повторю в том, что она не ломается вы ее закрыли открыли, ломаться тут вообще нечему но минусы у нее есть значит, когда дымоход нагревается у него труба имеет одну температуру здесь температура ниже намного ниже у заслонки вот эта часть высокая температура вот здесь вот нижняя соответственно, она и так вот, видите вытаскивается ну, с небольшим усилием и ходит на пазах достаточно медленно но, если она нагрета и, соответственно деформируется расширяется сужается то, бывает так, что такую о! заслонку такую заклинивает это сейчас она легко расклинивалась а обычно тяжело расклинивается теперь смотрим другую заслонку это заслонка термофора известной компании которая производит дымоходы значит, здесь смысл какой здесь есть некая направляющая вот она она же рычаг к которому на точечном креплении приварена блинчика значит, это классический вид заслонки то есть большинство заслонок которые поворотные они сделаны именно вот по такой схеме направляющая и на двух точках на четырех точках тут четыре точки я вижу сделана сварка вот ну, в отличие от всех остальных заслонок термофор применил тут свою ноу-хау то есть фиксирование заслонки в нужном положении за счет зажимного винта то есть гайки извиняюсь винт это немного другое то есть вот в любом положении она фиксируется намертво у классических вот таких вот поворотных шиберов есть один минус но большой в некоторых случаях не всегда но в некоторых случаях вот эта вот точечная сварка она отваривается от высоких температур газа ну или если сварено плохо и тогда блинчик падает вниз и все на этом заслонка свое служила надо демонтировать дымоход но термофор применил вот такое вот решение то есть он пропустил направляющую через блинчик изогнув блинчик обычно так не делают обычно берут просто направляющую и приваривают к блинчику в этом случае термофоровской заслонки даже если блинчики даже сварка у блинчиков разварится там или как это называется не знаю точно то заслонка точно не упадет вниз ну единственное что она будет прокручиваться то есть вы понимаете почему потому что точек крепления не будет и блинчик будет болтаться но будет прокручиваться по осям но сварка тут хорошая поэтому этого не должно быть к сожалению у меня нет под рукой стандартного такого модуля обычного производителя ну самого простого который использует самые простые конструктивные решения то есть это просто направляющая я нарисую то есть вот труба в трубе проходит направляющая тут какая-то рукояточка которую крутят да и вот здесь вот блинчик и вот так вот приваривают раз там приварили два приварили и все то есть направляющая не проходит сквозь блинчик а к нему прикреплено только сваркой здесь она проходит сквозь блинчик поэтому единственное что может быть это блинчик будет просто прокручиваться и то если сварка разойдется но четыре точки сварки это намертво теперь смотрим еще одну заслонку поворотную делают ее тоже известный завод феникс называется здесь как мы видим есть отличие поворотном механизме здесь фиксируется а здесь фиксируется за счет пружины то есть пружина все это дело скрепляет мало этого здесь механизм ну не разборный а здесь механизм полностью разборный то есть ось винты гайки вот это все можно раскрутить и посмотреть как это все сделано но к сожалению инструмента у меня нету вот видите блинчик смотрим что с другой стороны а с другой стороны и три точечных сварки и еще смотрите вот такой вот механизм то есть там еще винтами все схвачено и это уже просто насмерть сделано то есть на мой взгляд это самая удачная конструкция заслонок которую я видел сравним в развернутом виде вот так вот это все выглядит в общем что могу сказать ну вот это вот фениксовская вещь прямо супер она тяжеленная но просто тут даже есть разница немножко где-то феникс на миллиметре сделана термоформ 0.5 ну тут даже сама заслонка сам блинчик миллиметровый ну телефон не фокусируется старенький еще денег накоплю новый куплю вот но видно то что здесь толстый блин стоит ну в общем вот это вот прямо супер отличная вещь ну красота благодать вот это я думаю то что было вам интересно узнать о заслонках о поворотных шиберах было вам интересно узнать я вам это рассказал в общем подписывайтесь на канал и смотрите видео и ставьте лайки с вами был барыга печами и дымоходами Анатолий